Есть такая профессия, как шутили Олень Фестайнов, Родину схищать. Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашлот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Демельфарб и Александр Лученко. 40 лет назад, во времена шестидневной войны, ходил такой анекдот. Едет израильский танк по пустыне, вдруг видит, стоит советский танк, рядом с ним сидит араб и плачет. Израильский танкист останавливается, вылезает из люка и говорит, слушай, что ты плачешь? Араб, размазывая слезы, сквозь слезы говорит, снаряды кончились. Израильский танкист открывает другую люку и говорит, так ты купи! Я к чему этот анекдот рассказал? Похоже, наши военнослужащие, точнее наши моряки, они решили взять этот анекдот на вооружение. Дело в том, что недавно суд вынес приговор двум морякам с единственного авианесущего российского крейсера «Адмирал Кузнецов», старшине Арслану Ахмайсову и матросу Филиппу Финну, приговор за хищение с корабля и продажу почти 400 радиодеталей, которые содержали драгметаллы. Они кусачками их там выкусывали, продавали. Саш, извините меня, что такое? Так вот оказывается, почему он так сильно дымил, проходя Ла-Манш. Там какой-нибудь, наверное, там аппарат серьезный отключили, который там дымы эти гасит или который не позволяет дымить, благодаря тому, что эти два идиота с кусачками, да, это все разрушались. Самый интересный это момент какой? Мы об этом знаем. Теперь не могут восстановить эту радиоаппаратуру, содержавшую драгметаллы, потому что они настолько старые, что этих деталей больше нет. Просто вот эти вот страшные там, я не знаю, лампы, полупроводники или что это было, как это называлось. Сейчас их просто воспроизвести негде, потому что эти заводы уже давно лежат в руинах, которые производили все это дело, причем в огромных количествах в советское время. Найти их негде, а заменить современными составляющими не позволяет конструктивные особенности этого судна, которое там с дымами черными проходит через пролив Ла-Манш. Но я скажу так, что вот эти вот мелкие хищения, а также не очень мелкие, это серьезная проблема Красной Армии была всегда из-за бедности. Ведь преступность, как вот кто-то из классиков сказал, это нормальная реакция человека на ненормальные условия существования. А сколько анекдотов существовало на эту тему, причем почему-то мишенью этих анекдотов всегда были почему-то прапорщики. Видимо, в такую вот категорию избрали. Ну, до этого сверхсрочники в 71-72 году ввели категорию прапорщики. Это хотели сделать на начальном этапе, кстати, параллельно с американцами, сделать какое-то подобие наемной армии, а получить начальников складов. И у прапорщиков были такие выражения. Нам не надо два оклада, дайте нам ключи от складов. Ну, господи, это же в наше еще, в советское время был такой анекдот, что ввели в советской армии специальную форму для прапорщиков с одним погоном. Чтобы было удобно тащить сумку того, что он спер на складе. Сколько анекдотов было про эту категорию. Действительно, вот именно эти кладовщики начальники складов, какие-то коптерщики там из числа этих прапорщиков. Ну, например, идет прапорщик, тащит за собой пожарный шланг, рукав, через проходную. А в это время едет командир полка, там, ну, вадик, выезжает или заезжает, говорит, прапорщик, вонок, стой! Слушай, что ты тащишь за собой этот пожарный рукав через проходную на улицу? Да что же мне, вытолкать впереди себя, что ли? Типа такого. Или там, допустим... Нет, ну, Саш, я уже серьезно сейчас, понятно, на эту тему ерничать можно бесконечно, но ведь, ты понимаешь, это же действительно проблема армии. Я, ну, хотя бы логически могу понять вора-олигарха, который там расхищает налоги. Это мерзко, это отвратительно, но это можно понять. А здесь-то речь идет об обороноспособности страны. Тут, собственно говоря, мало того, что это единственный авианосец в Российской Федерации, мало того, что он и так, извини меня, Кузя, стал предметом насмешек не только в России, с всего мира. Но здесь-то действительно речь идет об обороноспособности государства. А я ведь, насколько понимаю, это вообще уже система, это целая система хищений в армии. Есть такая профессия, как шутили Олей Фестайнов родину расхищать. Ну, давай посмотрим глубже. Вот чисто зайдем не на вот этот вот уровень оценки обороноспособности, а давай зайдем на какой-то философско-исторический уровень. Кому нафиг сегодня нужна эта обороноспособность? Вот она никому не нужна. Смотри, у нас сложные боевые задачи выполняют либо военнослужащие, находящиеся в отпусках, ну, как это в Донбассе, да? Либо частные военные компании, которые сейчас по полной засветились. Кстати, вот только что мне звонил человек, услышав нашу передачу про частные военные компании, чтобы найти адрес и телефон частной военной компании и уехать в Донбасс. Представляете, сложные такие многоступенчатые боевые задачи выполняют частные военные компании. Обычные средства вооружения, они нафиг никому не нужны тысячу лет, поэтому все это разворовывается, растаскивается. А вся надежда у федерального руководства только на ядерное оружие и на оружие массового поражения других типов. Поэтому армия не воюет, она просто паразитирует. Как об этом говорил Клаузевец, допустим, что она превращается в сброд. Как об этом говорил Карл Маркс о паразитарной сущности не воюющей армии. Она действительно, ведь ее надо содержать. Солдат надо кормить, одевать, обувать, содержать эти казармы, полигоны, технику, топливо, поставлять и так далее. Но на самом деле, ты это понимаешь, это как вот на теле у тебя завелся какой-нибудь прыщ, который гниет постоянно, да? И который требует лекарств, там, затрат каких-то, там, медицинских процедур и всего остального. Это так оно и есть, так оно и будет. Да, плюс к этому, это очень серьезные варианты для распила для тех, кто занимается материально-техническим обеспечением армии. Да, реально. Еще Суворов говорил, что там кто, интендант, который три года прослужил, его уже можно там то ли сажать, то ли вешать без вопросов. А оно реально так и есть. Ну, если у воды, да не напиться, а если человек командует складами, базами, там, чем-то еще, что можно продать, перепродать, особенно, смотрите, такие вещи, как топливо, там, бензин, солярка или, допустим, вещевое имущество, а продукты, смотрите, начиная от колбасы, заканчивая, там, сливочным маслом, хлебом, мясом и всем остальным. Это все огромный кусок распила. Тем более, вот посмотри, этот пример, связанный с Национальной гвардией нашей, да, который тоже, по сути, является армейской структурой, то есть это обычная военная структура, которая покупает капусту за 40 рублей, при том, что она стоит 14 рублей в магазине, даже в московских супермаркетах, да, что нам продемонстрировал Алексей Навальный, да. Это просто система набивания карманов начальников, интендантов и так далее. Все, естественно, между собой делятся, ну, мы упомянули парточек, это самая такая нижняя мелкая категория, это, знаешь, в уголовно-лагерном мире есть мелкий карманник, а есть крупные машины. В основном все это оседает в карманах крупных начальников, крупных интендантов, никуда от этого не денешься, так оно и есть. Да, учтем то, что армия это сколк или средство общества. Вот как себя ведет армия, как там обстоят вопросы, связанные с преступностью, особенно с преступностью имущественной, финансовой, проще говоря, с воровством, так же точно обстоит ситуация в государстве. Мы еще не видим этих чиновников или всяких начальников. Некоторые начинают упрекать именно армию. Нет, ребят, вы в армию такими пришли, вы для того туда и пришли, потому что вы посмотрели, что в гражданке, говорю, все, сперли, пойдем доворовывать в армию. Ну, вот это все равно. Но, ты знаешь, Саш, вот в заключение я тебе вот такой вопрос хочу задать. Вот ты сказал, что серьезные военные задачи сейчас выполняют частные военные компании. Вот в 2014 году, я напомню, была такая история и стала неизвестна только недавно, когда шведский профессор Лунского университета Шарлотта Тернер, она вызволила своего докторанта из лад ИГИЛ, которого ИГИЛовцы похитили. Не забудьте сказать запрещенной в России. Да, конечно, запрещенной в России организации. Но дело в том, что она наняла четырех наемников, которые на двух Тойотах и Ландкрузах, они просто проникли в сердце этой запрещенной в России организации, сделали то, что надо, и мы не будем уточнять, что они сделали, и вызвали этого докторанта. Но тогда у меня возникает вопрос, Саш, а зачем вообще вот в наше время нужна вот такая армия, которая, по сути дела, она в России ничего не делает? Это я тебе еще раз говорю, это элементарная кормушка. Кормушка хорошая такая вот, это корыто, чтобы большие начальники, интенданты различного уровня, ну, также еще прапорщики, там, срочники, контрактники, каким-то образом могли нанести ущерб своей родине. Но тогда ведь получается, вот мы опять же, вот мы по кругу ходим и все время приходим к одному и тому же выводу, что единственная скрепа в нашем государстве – это коррупция. Коррупция и воровство. Убили это, страна ведь развалится, вот ведь что получается. Юр, сейчас сложно предсказывать, чем все это закончится. Я ничему не удивлюсь, потому что она уже один раз разваливалась. Развалилась, да ничего страшного не произошло. Может развалится второй раз, а может и третий раз развалится. А может быть, вообще перестанет существовать, будет набор каких-то мелких субъектов, там, международного права. Я хочу сказать, что удивляться ничему здесь сейчас не стоит. Потому что действительно главными скрепами является воровство и коррупция. Мы это прекрасно видим. Ну что ж, друзья, вы слышали мнение полковника российской армии Александра Глушенко по поводу трагикомического факта, как двое матросов с единственного российского несущего крейсера Адмирал Кузнецов воровали детали, содержавшие драгметаллы, которые, кстати говоря, сегодня изменить-то уже нечем. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok